Приветствую всех на канале Паяльник ТВ. В моем последнем видео, кстати спасибо за поддержку и огромное количество комментариев. Так вот в этом ролике я проверял на работоспособность проект BeagleLogic и под ним собралось большое количество комментариев в стиле что круто, но непонятно. Это круто, но непонятно. В общем сегодня мы сделаем тестер стабилитронов для измерения обратного напряжения пробоя. Если вы не знаете что такое стабилитрон и зачем его тестировать, то советую вам посмотреть 11 выпуск электроники шаг за шагом на нашем канале. Там можно все это подсмотреть и заполнить свои пробелы в знаниях. Ссылочку я оставлю в описании. Вкратце стабилитрон это полупроводниковый прибор, который в одну сторону работает как диод, а в обратную при определенном напряжении возникает пробой. Это свойство находит множество применений в конструкциях источников питания, ограничителей уровня и защите. И вот это самое напряжение пробоя часто необходимо измерить, потому как далеко не всегда на стабилитроне можно прочитать маркировку. Чтобы померить напряжение обратного пробоя стабилитрона, нам необходим источник напряжения малого тока, который перекроет диапазон всех возможных стабилитронов. На моей практике максимальное напряжение было 75 вольт. Такие стабилитроны я оставил в схему газоразрядных часов. Ну и вольтметр конечно же. Между источником питания и вольтметром будем устанавливать измеряемый стабилитрон. Значение напряжения на вольтметре и будет нашим значением напряжения обратного пробоя. Есть множество вариантов схем таких тестеров, но я решил собрать вариант на народной микросхеме таймере 555 без трансформаторов. Вдохновлялся я вот этой схемой сайта 555 Timer Circuits, в которой использовался транзистор Доллингтона BD679. Однако я решил использовать MOSFET IRV740, который у многих лежит просто в коробке, потому как многие его используют для коммутации различных нагрузок в схемах с ардуинкой. Я собрал схему в симуляторе и убедился, что все работает и на радостях заказал печатки. Попутно собираем макет навесным монтажом. Собрав макет, я понял, что поторопился. Тока для управления полевиком не хватало и он работал в линейном режиме. Напряжение на выходе конечно же появлялось, но полевик жутко грелся и потребление было неприлично большим. Поэтому я переделал схему. Давайте взглянем на конечный вариант схемы и разберемся как она работает. На микросхеме 555 таймера собран источник шим сигнала, который подается на затвор MOSFET. Частота шим около 30 кГц. При высоком уровне на затворе транзистора через катушку индуктивности начинает течь ток. При этом ток через катушку согласно законам коммутации не может измениться мгновенно. Поэтому когда транзистор закрывается, этой энергии надо куда-то деться, а значит запасенная энергия катушки через диод будет заряжать конденсатор. Это классическая схема повышающего преобразователя. Однако такой преобразователь выдаст около 200 вольт на выходе. Нам столько не надо. И это значение надо уменьшить до 80-100 вольт. Для этого в схеме используется делитель напряжения и транзистор, подключенный к пятому входу микросхемы. Открытый транзистор изменяет частоту и сквозный шим сигнала. Тем самым вращением переменного резистора можно выставить уровень выходного напряжения. Такого же эффекта можно достичь и с помощью аккуратного подбора РЦ цепочки в готовом устройстве, но мне кажется вариант с крутилкой удобней. Вот этот резистор необходим для ограничения тока через стабилитрон. Как видите деталей немного, испаять это все можно даже навесным монтажом. Но я решил заказать печатную плату в Китае, в этот раз с помощью сервиса PCBWay. Главное отличие сервиса PCBWay от конкурентов это бонусная система, позволяющая выкладывать свои проекты в открытый доступ и получать бонусные баллы, которые можно тратить на заказ как самих плат в будущем, так и различных ништяков из их магазина. Плюс ребята часто проводят конкурсы среди проектов с очень вкусными призами. Ну а само качество изготовления никаких вопросов не вызывает. Аккуратно, качественно и недорого. В общем я заказал у них платки, в описании к видео выложу ссылку на уже поправленную печатку. Я начал сборку с индуктивности, решил поставить SMD, хотя на плате предусмотрел возможность установки выводной индуктивности. Например, если у вас под рукой нет готовой и вы намотаете на сердечнике свою. После запайки резистора, конденсатора и диода приступил к доработке печатки. Удачно стал SMD резистор на 1 кОм и транзистор, который коллектором и эмиттером четко встал в посадочное место конденсатора, как будто так и было. Далее припаял MOSFET и выходной конденсатор. Кстати, выходной конденсатор можно взять из старых блоков питания для мобильных телефонов. Там по входу как раз стоят такие небольшие кондеры на 400 вольт. После около транзистора обратной связи зачистил земляной полигон и припаял подстроечник. Одна нога к земле, одна на базу и одна через резистор к выходу высокого напряжения. Но для вас я уже все это поправил и вам останется только впаять детали в плату без вот этих вот танцев с бубном. В итоге получилась вот такая платка. В качестве корпуса я решил использовать баночку для анализов. В качестве корпуса я решил использовать белую распределительную коробку. Тут стоит упомянуть, что еще необходимо сказать с Китая вот такие модули измерения напряжения до 100 вольт. В качестве клемм для стабилитронов я решил использовать клеммы от старой аудиосистемы. Я это придумал не сам, но хорошей идеей грех не воспользоваться. Катод обозначим красным, там где плюс напряжения питания. Питаться все это будет от 9 вольтовой батарейки. Питание будет подаваться тактовой кнопкой без фиксации. Крепим все на термоклей и болты в лучших традициях DIY. Не забываем продолжить изолятор между вольтметром и платой, чтобы ничего нигде не коротнуло. Я воспользовался для этого кусочком резины. После сборки необходимо подключить внешний блок питания 9 вольт для подстройки вольтметра. Втыкаем все в сеть и мультиметр в клеммы и добиваемся одинаковых показаний на обоих индикаторах. У меня показания не требовали подстройки. Если напряжение слишком большое, крутим подстроечник. Теперь собираем все в корпус и подключаем батарейку. При зажатой кнопке ток потребления около 50 мА в холостую и 170 мА с подключенным стабилитроном. Без остановки схема будет работать около 3 часов, однако вы же подключаете блок питания только на пару секунд, значит батарейка будет жить долго. Но я вам гарантирую, что сядет она через пару лет в самое неподходящее время, поэтому держите дома запасную крону. Вот такое вот устройство. Просто, но полезно. Ставь лайк этому видео и подписывайся на канал Паяльник ТВ, если тебе понравилось. 555 таймер никогда не умрет. Пиши в комментариях, какая твоя любимая схема на этом таймере. А с вами был Андрей, увидимся в новых роликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok